О предстоящей Третьей мировой войне говорит в одной из самых известных и одновременно загадочных предсказаний 20 века. Так называемое Фатимское пророчество. 13 мая 1917 года в окрестностях португальского города Фатима была ясная безветренная погода. Трое детей играли на склоне холма. Вдруг небо пронзили ослепительные зигзаги молнии. Через миг белые линии сошлись в яркое свечение и над холмом возник образ Димы Марины. Богоматерь послала пророческие видения старшей девочки, 10-летней Люсии Дурсантуши. Потом она стала монахиней и хранительницей так называемых Трех Таин Фатимы. В 1917 году несколько португальских детей, таких из самого низкого слоя, общества крестьяне. Тем более португалья никогда не была, скажем так, европейским культурным центром. Вот, а тут еще и крестьянские дети, то есть такие, знаете, чистые доски. Они сообщили о том, что им явилось ни много ни мало, как Богородица. Богородица являлась шесть раз. Первое пророчество, полученное Люсией, несловесть о Второй мировой войне. Второе касалось России. Богоматерь предупреждала, после 1917 года страна окунется в смуту и безверие. Богоматерь велела верующим молиться за Россию. Было предсказано, что в России начнутся гонения верующих, и власть захватят безбожники. Второе пророчество говорило о том, что скоро закончится Первая мировая война, но через несколько десятилетий начнется новая, более кровавая. Богородица также произнесла и Третье пророчество, однако его Дева Мария велела держать в секрете от всех людей. Исключение можно было сделать только для одного человека, главы католической церкви. Римский папа встречался с вот этой девочкой, она ему все это рассказала. И опять же, они беседовали без свидетелей, но после этого разговора римского папу видели в слезах, что что-то такое он услышал о будущем, что его, ну, человека, надо полагать умеющего владеть собой, совершенно выбило из колеи. Обнародовать этот секрет решился только самый либеральный и демократичный из понтификов, Иоанн Павел II. Там, если совсем коротко, ну, там, в принципе, запись-то короткая. Там описана картина разоренного, разрушенного, горящего Рима. И некие черные люди ведут последнего понтифика, последнего римского папу, к месту его мученической гибели и лишают его там жизни. Однако текст этого пророчества вызвал у многих теологов и религиоведов удивление. О неизбежной гибели последнего римского понтифика говорили сотни христианских пророчеств. Неужели это стоило скрывать? Напрашивается один ответ. Под давлением общественности Ватикан опубликовал только часть пророчества. Остальное так и осталось скрытой. Некоторые исследователи истории Фатимского предсказания уверены, что в подлинном тексте должны быть указаны точные даты грядущего апокалипсиса. И раз церковные иерархии решили скрыть подлинный текст, значит, просто пытались избежать паники. Видимо, Армагеддон, согласно Фатимскому пророчеству, может случиться уже через несколько лет. В 2017-2019 год что-то в мире должно произойти, что-то очень нехорошее, что-то очень катастрофическое. Мы должны обратить самое пристальное внимание на эту дату. О том, что время грядущих глобальных потрясений очень близко, говорит еще одно из пророчеств, которое родилось в лодне католической церкви. Это так называемое пророчество святого Малахии. Первый ирландский святой, по одной из версий, по преданию, он изгнал из Ирландии всех змей. В Ирландии не от змей. Это известная единственная страна без этих отвратительных существ. И ему приписывается ни много ни мало, как полный реестр список всех римских пап. От первого до последнего. Это пророчество исследуется на протяжении нескольких веков. И уже многократно подтверждалась его истинность. Если мы возьмем Иоанна Павла I, вот того самого, который пробыл на престоле какой-то совершенно помочительно короткий срок и умер, в общем-то, при невыстанных обстоятельствах. А в переводе с латыни его прозвище звучит как неполная луна. Меньше одного лунного месяца. Иоанн Павел II дала в рейссорис. Это, скорее всего, следует переводить как от ущербного солнца. Иоанн Павел родился в момент солнечного затмения. Не часто рождаются люди в момент солнечного затмения. Вслед за Иоанном Павлом II идет понтифик Бенедикт XVI. В списке святого Малахии он получил обозначение оливковой ветви. Затем в тексте пророчества только одна запись, где упоминается последний римский папа. Его будут звать так же, как и первого потерью, Петром Римлининым. При нем вечный город будет разрушен. Улицы его и холмы будут затоплены морем. И, ну, как сказал по сходному поводу Сутоковщий Дрин, история становится течением своим. То есть, не двусмысленно.